ценности и принципы трека терем зачем мы их помещаем в правило причины две первое чтобы люди которые придут в трек посмотрели ознакомились принципами и ценностями этого пространства могли узнать здесь себя или могли соотнести свои принципы и свои ценности жизненные принципы с теми которых мы будем придерживаться в этом пространстве чтобы узнать себя первое чтобы понять что я пришел домой и это здесь как раз то что соус на мне а вторая как раз наоборот чтобы те люди которые которым сейчас с нами не по пути или вообще не по пути могли понять что им здесь не интересно это не то чтобы они хотели в своей жизни это для того чтобы не тратить время им и не тратить время нам и так и первый принцип вселенная является дружественной сферой со всеми все в порядке белый видно на фоне черного черный фильм видно на фоне белого и все находится во взаимной необходимости друг в друге но и для каждого из нас вселенная сконструирована так чтобы мы чтобы мы могли расти мы действительно верим что вселенная является дружественной сферой что все мироздание и сконструирована так таким образом чтобы мы могли расти и в со всеми все в порядке означает что мы не спасаем этот мир и мы действительно видим что все то что происходит на планете все в порядке со всеми все в порядке мы не миссионерствуем и не навязываем свою точку зрения тем кому она не нужна потому что со всеми все в порядке существуют другие принципы и ценности по отношению к вселенной многие люди видят и чувствуют переживают ее как кошмарный ад или пространство планету наполненную страданием или жизнь дерьмо господи да где увидите что что-то хорошее есть такие люди есть и они могут так видите это нормально то что они так видят это мы считаем что в конечном итоге это вопрос того какой мы хотим видеть эту вселенную мы сами выбираем то что видеть и что выбирать видеть и на что обращать внимание второй принцип мечта призвание предназначение самореализация человека существуют у каждого они свои могут быть определены самим человеком и могут находиться на разной степени осознанности самим человеком знаете призвание или предназначение если предположить что все в мире имеет смысл то место во всей этой вселенной ваше уникальное место во всем этом смысле это и есть ваше призвание предназначение мы верим что человек рождается с определенной каждый человек расстается со своей определенной целью и эта цель уникальна также как снежинки не повторяются все все уникальные также и люди уникальные и не повторяются и призвание предназначение каждого человека уникальные не повторяется признаком того что вы живете согласно своему призванию является ощущение легкости радости смысла того что вы делаете и если это есть в вашей жизни когда вы делаете определенное дело то наверное вот это мы называем своим вашим призванием и предназначением некоторые люди говорят что типа не навязывайте мне то есть не навязывайте мне какое не навязывайте мне смысл я сам хочу выбирать в этом смысле для того чтобы оставить остаться в свободе люди говорят что призвание не существует мы верим что призвание определяется только самим человеком не существует систем которые могут бы сказать что это вот должно быть вот так и правильно не существует систем которые на сто процентов правильные мы сами выбираем те верования или системы или звезды мы сами выбираем того что верить и если мы выбираем какую-то систему и считаем что она подскажет нам наше призвание предназначение окей это наш выбор но это не но это не система выбирает нас это важно и мы также верим что призвание предназначение могут находиться в разной степени осознанности мы можем не чувствовать ее сейчас мы можем не не осознавать ее и это опять же тоже нормально это тоже нормально и ну вот в жизни не происходит все вот так когда-то мы рождаемся и мы маленькие мы учимся когда-то мы растем и становимся взрослее и зрелее и взгляд и взгляд сверху относительно если десятиклассник смотрит на первоклассника тем что он маленький но когда-то он когда-то десятиклассник был маленький студент смотрит на десятиклассника что тот маленький а бакалавр на студенты но и так далее зачем это превосходство ну бессмысленно лучше думать о том как двигаться самому относительно себя самого развиваться и поддерживать других в этом интересном пути в общем вот как-то про это этот принцип а человек ответственность за свою жизнь это третий принцип человек несет ответственность за свою жизнь за все что не происходит каждый из нас может повлиять на свою жизнь так чтобы получить все что с считает ценным важным и истинным для себя но здесь все просто многие люди считают что причина их неудач является внешние условия в которые на них влияют это может быть страна не та страна не тот президент не те родители не то правительство не то система обучения не тот начальник и вообще много чего не то есть условия не так срослись но в общем люди находят разные причины для того чтобы обвинить эти причины в своих собственных бедах таким людям не по пути с нами это кстати говоря нормально если человек находит привнесенную причину для того чтобы объяснить свою боль это нормально потому что если он видит и сейчас таким образом он может себе свою боль облегчить ну что ж это просто его способ но с нашей точки зрения следующий уровень это когда мы понимаем что все таки все от зависит от нас и тогда мы просто думаем о том что мы можем сделать со своей жизнью и что как мы на нее можем повлиять мы влияем на нее и тогда получаем то что собственно говоря хотим рано или поздно четвертый принцип звучит так незнание это сила вселенная бесконечно в познании чем больше мы знаем тем больше мы не знаем знаете это вот за то что если человек приходит и говорит я знаю все и и определенное количество знания но в общем и я вот знаю как правильно и все и сложно сложно развиваться с таким человеком сложно сложно но я не знаю то есть вот это понимание что я знаю как правильно я знаю потому что у меня правильное знание или мы опираемся на знания которые абсолютны ну в общем все знания когда-то появились и когда-то исчезнут все вещи которые появляются на этой планете как нужны для определенного момента или этапа жизни этой планеты а потом в другом контексте и других контекстах они растворяются ну да взять хотя бы все законы физики но вы знаете как открывалась квантовое направление физики все физики думали что все уже они все знают осталось только чуть-чуть но потом вот открылась квантовое направление и в общем то что наблюдая наблюдение за процессом меняет сам процесс это такая интересная штука и так и последний принцип он называется практика критерий истины просто сделай это это такой принцип который говорит окей чтобы не было надо действовать но можно дотянуться можно подумать можно еще раз подумать можно еще два раза подумать но все-таки после этого имеет смысл действовать и опыт определяет многое то есть для нас самореализация не отделима от набора своего опыта и понимания того как устроен я сам и как устроена эта жизнь поэтому последний все очень просто любая мысль которая того что мы придерживаемся является гипотезой и проверка действием помогает нам понять а то ли она на самом деле гипотезой является также и все пять принципов которые я только что вам сказал это гипотезы которые реальные в на данный момент жизни на данной стадии развития трека и мы вполне возможно что по мере того как мы наберем опыт и понимание какое-то а что же собственно говоря ваще и как и чем она все является на самом деле может что-то поменяться или добавится это были правила это были принципы и ценности трека